Темы, важные для будущего региона, были озвучены сегодня с высокой трибуны. Развитие промышленности, экономики, торговли невозможно без главного локомотива, единства народа и его духовных ценностей. В этом уверены участники 4-го регионального народного собора. Слово Олегу Тюрину. Большой зал областного дворца творчества детей и молодежи собрал сегодня гражданских активистов, представителей региозных конфессий, людей самых разных национальностей. Началась встреча с награждения победителей областного конкурса научных и публицистических работ «Мы – многонациональный город России». Отсюда и главная тема – народосбережение, настоящее и будущее регионов России. В первую очередь – преодоление тенденций к демографическому спаду. Сегодня требуется огромная работа для того, чтобы укреплялся институт семьи. И мы целенаправленно занимаемся этой работой. Вообще, это тема духовного оздоровления народа, тема более широкая. Это та задача, которая сегодня стоит очень остро перед современным обществом. По словам главы региона, отрицательная на протяжении уже четырех лет демографическая ситуация в области. Власть сегодня волнует не меньше других проблем. И возрожденный народный собор в ее решении – ответственный партнер государства, конструктивная сила, способная консолидировать общество. Только вместе мы сможем добиться реальных результатов, которые нужны каждому из нас в отдельности. Каждому муниципалитету, каждому населенному пункту, каждому из того, кто искренне переживает за судьбу страны. Ну и региону в целом. Действующая мера социальной государственной поддержки в скором времени на федеральном уровне должна дополнить стратегия духовно-нравственного развития до 2050 года. Это итог работы Всемирного народного собора, который прошел в ноябре в Москве. Очень важные в ней моменты. Это и демографические моменты, это экономические, это и различные социальные проекты, направленные на улучшение жизнедеятельности наших жителей. По аналогии с федеральным документом, глава региона подписал распоряжение о подготовке похожей стратегии, перенесенной на областные масштабы. Уже известно, что региональная стратегия духовно-нравственного развития будет рассчитана на ближайшую десятилетку до 2030 года. Уступая по времени федеральному документу на 20 лет. Последний насчитывает 114 прописанных пунктов. Сколько будет в региональном документе, пока не ясно. Известно лишь, что в свет уникальный по меркам других регионов документ область увидит уже в феврале 2020 года. Олег Тюрин, Дамир Губеев, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.